МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С рифмой по жизни в Самарском дворце детского и юношеского творчества завершился финальный этап городского поэтического чемпионата среди школьных команд. У мусульман закончился священный месяц Рамадан. Сегодня они празднуют Ураза Байрам. В Самаре прошел съезд Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области. В него входят все главы городов, районов и сельских территорий региона. Руководителем Ассоциации является глава Самары Елена Лапушкина. Она и представила на съезде доклад о результатах работы Совета за прошлый год. Участие в заседании принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. Местное самоуправление – это один из важнейших уровней публичной власти. Ведь именно люди на местах понятнее запросы и нужды жителей, и варианты решения этих вопросов. С таких слов начал свое обращение по видеосвязи губернатор Дмитрий Азаров к участникам съезда Ассоциаций Совет муниципальных образований Самарской области. И поздравил собравшихся с Днем местного самоуправления, отметив, что в последние годы удается выстроить качественное взаимодействие всех уровней власти с людьми. Мы с вами как команда на корабле, которой надо благополучно провести их пункт назначения. И решение этой задачи зависит от каждого члена экипажа, от нашей общей слаженной работы. Можете быть уверены, что мы всегда поддержим ваши действия в защиту интересов людей, в интересах социально-экономического развития муниципальных образований и Самарской области в целом. О развитии системы местного самоуправления и о результатах, которые удалось достигнуть благодаря слаженной работе органов власти, рассказала руководитель Ассоциации глава Самары Елена Лапушкина. Она подвела итоги реализации национальных проектов в 2022 году. Ситуация была сложной, но все задуманное сделано, подчеркнула Елена Лапушкина. Благодаря нацпроектам на территории региона введены в эксплуатацию 68 объектов капитального строительства. В 2022 году в регионе благоустроили 318 дворов и 144 общественные территории. При поддержке регионального правительства для областной столицы стало возможным приобретение 12 новых трамвайных вагонов и 50 автобусов. Новый транспорт прибудет в город уже в этом году. Хочу подчеркнуть, что созданные, отремонтированные, модернизированные в рамках нас проектов объекты являются драйверами развития территорий муниципальных образований и точками роста для разных сфер жизни городов и сел. Одно из главных направлений работы местного самоуправления сейчас – поддержка участников СВО. В этом активно содействуют администрации городов, районов, поселений, поддерживая добровольческие инициативы жителей. Всего же с февраля 2022 года при активном участии органов местного самоуправления на Донбасс отправились 125 гуманитарных конвоев. Это 2000 тонн грузов, продукты питания, строительные материалы, бытовая химия, одежда, медицинские препараты. Без внимания местные власти не оставляют и семьи мобилизованных. По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова на каждую семью военнослужащего созданы социальные паспорта, закреплены кураторы от муниципалитетов, создана единая информационная система, которая постоянно пополняется и обновляется. Каждое такое обращение находится на личном контроле главы. Глава Самары рассказал о платформе «Муниципальный диалог». Этот новый инструмент поддержки проектов муниципалитетов был создан в феврале 2023 года Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. Представители муниципальной сферы Самарской области отметились не только количеством. От 63 региона поступило больше всего инициатив, но и качеством заявок. При этом по признанию модераторов платформы наши инициативы были содержательными, обозначали важнейшие актуальные проблемы и содержали конструктивные предложения. Власти региона активно поддерживают общественные инициативы. Один из самых популярных проектов «Содействие», который позволяет жителям решать задачи важные для них, используя средства инициативного бюджетирования. В рейтинге Минфина России на 2022 год Самарская область занимает третье место в России по количеству реализованных инициатив. В течение шести лет реализации проекта губернатора около двух тысяч общественных заявок были представлены на конкурс, и более половины из них были успешно реализованы. Более 110 тысяч человек участвовали в прошедших конкурсах, а количество людей, которые получили пользу от этих проектов, составляет почти полтора миллиона человек. «Мы понимаем стоящие перед нами задачи и в полной мере осознаем свою ответственность. Работа муниципальных образований Самарской области и в дальнейшем будет строиться на принципах открытости перед населением, самоотдачи, максимальной эффективности использования выделяемых ресурсов». Завершился 14-й съезд Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области награждением отличившихся сотрудников районных администраций за развитие местного самоуправления. Андрей Грагуленко, Константин Головин, События. В Самарском районе в честь Дня местного самоуправления наградили граждан с активной жизненной позицией. Горожане получили благодарственные письма и грамоты о неравнодушных людях. Репортаж съемочной группы Событий. Наиля Боброва почти всю жизнь ездила с супругом по военным гарнизонам. Женщина никогда не отказывалась от общественных нагрузок. На предложение стать старшей по дому откликнулась охотно. В своей работе видит главную цель, чтобы дом был образцовым и аккуратным. За это ее наградили благодарственным письмом главы Самарского района. Вот как-то проблем нет, потому что у нас уже сформировался костяк. У нас уже есть жители, которые буквально стоит позвонить. Мы сегодня выходим, поливаем, сажаем, убираемся или что-то еще делаем, кого-то поздравляем. И все вот так, в общем-то, нормально все происходит. Порядка сорока жителей Самарского района получили награды в честь Дня местного самоуправления. Это медики, представители общественных организаций, депутаты, сотрудники администрации, музыканты, старшие по домам. Те, кто в своей работе проявляет активную гражданскую позицию. Это люди, которые активно принимали участие в благоустройстве района, которые поднимали острые вопросы по ЖКХ и мы совместно их решали. Конечно же, сейчас стал популярной темой и очень нужной темой – это тема специальной военной операции. Будем поздравлять волонтеров, чествовать их за их нелегкий такой атомный труд, за то, что они шьют вещи для бойцов и раненых, которые находятся в госпиталях. Администрация района тесно сотрудничает с Самарским духовым оркестром. Артисты тоже получили благодарственные письма. У нас есть много совместных проектов – это и концертные программы в школах Самарского района, и патриотические программы, которые мы проводим для жителей района. И, в общем-то, уже такое сотрудничество у нас сложилось, что мы стали такими друзьями друг с другом и всегда поддерживаем друг друга на различных мероприятиях, помогаем друг другу. После церемонии награждения артисты преподнесли гостям музыкальный подарок. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Самара продолжает преображаться. Месячник по благоустройству и начало голосования за общественные пространства, которые ждут перемены, стали стимулом для горожан принятия активное участие в жизни родного города. Привести в порядок примыкающую к вузу территорию вышли студенты Самарского государственного экономического университета. Продолжит тему Галина Топилина. Поработать на благо родного города вышли студенты Самарского государственного экономического университета. В рамках месячника по благоустройству уборку провели в сквере экономистов. Он расположен напротив вуза. Алина Шакурова, студентка третьего курса СГЭУ, рассказывает, здесь любят проводить время все студенты. Эта территория очень важна для нас и интересна, потому что находится в непосредственной близости от нашего университета. Мы проводим здесь очень много времени, даже пока готовимся паром, пока мы идем в университет. Четыре года назад студенты вуза вместе с преподавателями обратились в администрацию города с просьбой присвоить этой территории название сквер экономистов. И теперь чувствуют за него ответственность. Уборка опавшей листвы, обрезка сухих веток, уборка мусора. В этом году благодаря совместным усилиям студентов и жителей района сквер экономистов вошел в число 20 общественных пространств города, вынесенных на голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования определят территории, которые будут благоустроены в следующем году. Именно жители определяют, какие пространства должны победить в конкурсе и что можно сделать. Даже после уборки очевидно, что данная территория продолжает нуждаться в благоустройстве, потому что местами разрушено асфальтное покрытие пешеходных дорожек. В темное время суток здесь недостаточное освещение и полностью отсутствуют какие-либо малоархитектурные формы. Жители сами участвовали в дизайн-проектах и вносили изменения. В этом сквере предусмотрена площадка для ребят с тренажерами, светильники парковые и будут беседки и лавочки, чтобы студенты сюда могли приходить и просто отдыхать. Студенты СГЭУ уже проголосовали за свой родной сквер экономистов и просят жителей района их поддержать. Голосование продлится до 31 мая на портале 63.городсреда.ру. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Обелиск борцам революции 1917 года тоже привели в порядок после зимы. Всего с начала апреля отмыли почти 300 городских памятников, в том числе герою гражданской войны начала 20 века Василию Чапаеву, вождю Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года Владимиру Ульянову Ленину и другим известным личностям. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Специальный моющий раствор, пылесос и спецтехника. Все, что нужно, чтобы бригада из четырех рабочих очистила от грязи, а затем отмыла до блеска обелиск борцам революции 1917 года. Средство, которым очищают загрязнение, эффективно работает и не вредит камню. Предназначен для помывки памятников, которые, соответственно, снимут всю въевшуюся грязь непосредственно в структуру камня. Но после этого будет, соответственно, произведена окончательная смывка этой специальной жидкости. Ну и памятник будет приведен в должное нормативное состояние. Похожая технология на помывку машины, да, то есть само моющее средство, оно само хорошо вступает в реакцию, да, и, соответственно, оно выедает всю эту грязь, которая проникает в щели, проникает в швы, да, и оно, соответственно, оттуда вытягивает всю эту грязь, соответственно, и просто достаточно потом просто под высоким давлением водой его смывается, да, без применения щеток. После помывки памятника рабочие производят вручную натирку. Следующая комплексная влажная уборка обелиска будет через месяц. А перед праздниками 1 и 9 мая и при необходимости его снова приведут в порядок. В Самаре более 300 памятников и мемориальных досок, расположенных на площадях, в парках, около образовательных учреждений и других объектов. Из них содержание 68 мемориалов закреплено за муниципальным бюджетным учреждением Центр технического и хозяйственного обслуживания. Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам. Затем уборка будет происходить регулярно в соответствии с графиком вплоть до октября. Качество уборки проверяется мной и сотрудниками Центра также дополнительно. Плюс во время процесса уборки, а также после уборки, подрядная организация предоставляет нам фотоотчеты, то есть все фотографируется и где отчетливо видно, что помыт памятник, не помыт памятник. Если у нас есть вопросы, мы выезжаем сами и сами уже смотрим детали. Монумент борцам революции расположен в сквере напротив Зима. Общественное пространство благоустроили в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, благодаря активной позиции жителей, которые проголосовали за обновление территории. Именно самарцы решают, какие общественные пространства станут комфортнее и красивее. До 31 мая на платформе 63.городсреда.ру проходит всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. От Самары в нем участвуют 20 территорий – парки, скверы и бульвары. Благодаря нацпроекту территории лидеры будут благоустроены уже в следующем году. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Один из первых и самых важных документов в Парке Победы состоялось торжественное вручение паспорту в гражданам России, которым исполнилось 14 лет. Мероприятие приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 30 школьников. Ребята уже строят планы на будущее. Одни мечтают побыстрее оформить пушкинскую карту, другие хотят помочь семье и трудоустроиться в период летних каникул. Какие возможности открываются для ребят с получением паспорта гражданина России, расскажет Ольга Павлова. Они стали на год взрослее и, наконец, получили свой первый и самый важный жизненный документ. Ученик 149-й школы Тимофей Фролов немного волнуется. Так не переживал даже на соревнованиях, говорит обладатель первого юношеского разряда и зеленого пояса под дзюдо. Это, мне кажется, велика честь быть гражданином такой великой страны, такой могущественной. Волнительный день у Софии Салаховой. Она пришла в Парк Победы вместе с родителями задолго до начала торжественной церемонии. С паспортом Российской Федерации открываются новые возможности, говорит ученица 175-й Самарской школы. Летние каникулы девушка планирует провести с пользой, помогая своей семье. Можно будет работать определенное количество времени. Я поговорила на эту тему с родителями, вот собираюсь летом как-нибудь подрабатывать. Пушкинскую карту будешь оформлять? Обязательно, да. Торжественную церемонию вручения паспортов Российской Федерации провели в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие более 30 самарских школьников, которым исполнилось 14 лет. Ребят поздравили. Начальник управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин, исполняющий обязанности главы советского района Сергей Свиринь, представители Совета ветеранов и общественных организаций. Мне кажется, это, наверное, самый основной праздник нашей страны. Столько людей отдало жизни за то, чтобы мы жили, улыбались, веселились. Я думаю, это самое такое событие, которое мы не забываем. Крепкого здоровья, успехов в будущей жизни и хороших успехов в учебе. С первым паспортом подросток получает права, которые с каждым годом расширяются и увеличиваются. Так, в 14 лет, в согласии родителей, можно устроиться на работу и получить свою первую трудовую книжку. Также открывается преимущество электронных госуслуг, которые можно будет оформить из дома. Торжественная церемония вручения паспортов завершилась в изложении цветов к памятнику павших воинов. Дети и взрослые снова вспомнили о тех, кто ценой своей жизни подарил им мир и возможность быть счастливыми. С рифмой по жизни в Самарском дворце детского и юношеского творчества завершился финальный этап городского поэтического чемпионата среди школьных команд. Подробности расскажет Александра Гусева. Они выдержали не одно испытание, чтобы оказаться в финале. Шесть школьных команд поборолись за титул победителя поэтического конкурса. Прежде чем дойти до финальной части, дети проводят внутренние еще конкурсы внутри района, внутри школ. И там выплескиваются такие таланты. Они сами сочиняют стихи, они сами декларируют. И помимо прочего, соревновательный дух подталкивает творчество. Поэтический чемпионат проводится с 2008 года при поддержке Думы городского округа Самара. Тематика конкурса всегда разная. В этот раз он посвящен году педагога и наставника в России. Соревнуясь в умении рифмовать, участники рассказали о важности присутствия наставника в жизни каждого человека. В основном у нас идут три ранга. Первый – это домашняя заготовка. Потом идет импровизация. А здесь как раз творчество проявляется уже на полную. И, конечно, для нас самый главный конкурс – когда дети читают свои стихи. Победителем поэтического чемпионата стала команда из Смышляевки «Литературная гостиная». По мнению жюри, работа их творческого объединения оказалась самой глубокой и запоминающейся. Александра Гусева, Константин Головин. События. Международный день земли отметили в Самарском зоопарке. Там открылась фотовыставка монет, на которых изображены редкие животные. Они могут пополнить коллекции нумизматов. Их можно использовать как обычное платежное средство. Подробности у нашего корреспондента. В Самарском зоопарке на стене висят фотографии уникальных монет с изображением животного, рыбы, птицы или насекомого из красной книги. Рядом в клетке их сородичи. Например, на фото – жаба камышовая, а в зоопарке – жаба ага. В Международный день земли здесь открылась фотовыставка монет «Драгоценный мир живой природы». Всего в коллекции 21 макет. Создатели этой выставки пытаются привлечь внимание общественности к сохранению нашего животного мира, к сохранению всего природного многообразия. Посредством такой выставки можно как раз познакомить людей с монетами. Причем, почему удобно? Здесь же увеличено изображение. Более подробно можно рассмотреть поле монеты, что на ней изображено. Ну и прочитать краткую легенду интересной повадки, среду обитания животных, которым она посвящена. Эти монеты выпускаются с 1992 года в двух сериях. «Красная книга» и «Сохраним наш мир». За это время от Чеканина уже более 150 видов таких монет в количестве нескольких тысяч штук. Увидеть их теперь можно только в частных коллекциях, хотя ими можно оплатить любую покупку. Но увидеть в свободном обращении коллекционные монеты с изображением животных из «Красной книги» – большая удача. Фотовыставка в зоопарке позволяет это сделать. Это лишний повод вспомнить, объединить людей, направить их на путь истинной сохранения биоразнообразия нашей планеты. У нас есть сурок степной, или по-другому байбак, который обитает на территории Самарской области, который не так давно был занесен в «Красную книгу». Сейчас из «Красной книги» его исключили. Здесь, в принципе, тоже они не сильно отличаются друг от друга, максимум, внешними покровами. Фотовыставка «Монет. Драгоценный мир живой природы» будет работать в Самарском зоопарке весну и все лето. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. В Самаре состоялась торжественная церемония закрытия 28-го международного фестиваля «Кино детям». Он объединил современные игровые, анимационные и документальные фильмы для подрастающей аудитории. Фестиваль проводился при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Самарской области. На закрытие побывала наша съемочная группа. Майя Коновалова пришла на церемонию закрытия 28-го международного фестиваля «Кино детям» вместе с дедушкой. Не по годам серьезная девочка – одна из создателей анимационного фильма «Сотворение мира нашего общего дома». Мультипликационная студия при храме Марии Египетской получила диплом победителя. Мы лепим цветы, мы лепим зайчиков, кроликов, яички лепим, лепим котиков, лепим деревья, чтобы снимать их. Перед началом церемонии закрытия фестиваля гостей угощали мороженым и развлекали аниматоры. Затем началась процедура награждения победителей, среди которых немало творческих коллективов из Самарского региона. Хотелось бы, чтобы они сделали что-то полезное для страны, чтобы с этим новым поколением наше государство все-таки процветало. Вот фестиваль, мне кажется, решает эту задачу, чтобы наши дети стали умнее, талантливее и главное, чтобы они были патриотами своей страны. В конкурсную программу Международного кинофестиваля вошла 71 работа. Эти фильмы были представлены в 13 номинациях. По традиции, картины оценивали эксперты двух жюри – детского и взрослого. Очень много молодых работ и это радует. Именно молодых работ. И молодых режиссеров, и молодых актеров, и молодых документальных работ. И это все связывает нас с будущим, поскольку мы все-таки взрослые люди, а молодежи надо давать идти вперед. Организаторы пообещали, что подарки получат все коллективы участники фестиваля. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События. Мусульмане мира отмечают праздник прекращения поста у Роза Байрам. Им заканчивается священный месяц Рамадан. Утром совершается коллективная праздничная молитва и тнамаз, перед которой еще до рассвета люди совершают полные омовения и одеваются в чистую нарядную одежду. После молитвы нужно посвятить кладбище, вспомнить об усопших и помолиться за их упокой. Но главная часть у Роза Байрама начинается уже дома. На этот праздник принято собираться в большом кругу родных, соседей, друзей. Строгих указаний к тому, что готовить на праздничный стол нет. Преимущественно хозяйки подают баранину и традиционные блюда. Например, татары пекут белиш. Это большой пирог с начинкой из мяса, лука и картофеля. Народы Средней Азии во главу стола ставят плов, а в Саудовской Аравии обязательно подают восточные сладости. Немаловажной традицией является милостыне подавать можно как деньги, так и разнообразные продукты. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Ленинского района Самары в телеграм-канале приглашает жителей на уборку города. Всероссийский субботник пройдет уже завтра во всех регионах страны. Присоединиться к нему могут все желающие. Навести порядок во дворе несложно. Инструменты для уборки, грабли, перчатки и мешки для мусора предоставит администрация города. Их можно получить и в управляющих компаниях. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары сообщает, что за первый квартал 23-го года на региональном портале госуслуг было подано 7674 заявления на оказание электронной услуги от органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области. Среди региональных электронных услуг самыми востребованными оказались выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях 1496 обращений, выдача удостоверения тракториста-машиниста, временного удостоверения на право управления самоходными машинами 883 обращения, доступ пользователей в читальный зал государственного архива 881 обращения. Администрация Красноглинского района в Телеграм-канале публикует фотографии жителей, на которых они запечатлели родной район. Фотографии выкладываются с хэштегом «Красноглинский в фокусе». На этот раз читатели могут увидеть работы Вадима Доронина. Он запечатлел Молодецкий курган и его окрестности. Предложить свои фото для публикации могут все желающие. Для этого нужно скинуть снимки в предложку под этим постом или на своей страничке с хэштегом. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС» в нашем Телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин